Куда пойти работать после окончания вуза и на каких условиях? Этот вопрос волнует почти всех выпускников. Органы власти тоже заинтересованы в том, чтобы молодые люди работали по специальности. Сегодня глава администрации Урмарского и Комсомольского районов подписали с Чувашским педагогическим университетом договор о целевом обучении студентов. Дефицит молодых специалистов в сельских школах – серьезная проблема. Выпускники педагогического вуза или ищут работу в городе, или идут трудиться вовсе не по специальности. А свежие силы очень нужны. У нас 47 – это средний возраст педагогов Комсомольского района. Эта цифра очень большая. Большая часть из них уже находится в предпенсионном возрасте, но есть и педагоги-пенсионеры. В этом году у нас средний возраст 47 лет. Мы попытались снизить до 44, потому что за два года учебных к нам в школу пришли 9 молодых специалистов. Между тем, новичков в сельских школах встречают очень приветливо. К примеру, новоиспеченный сотрудник в первые месяцы работы может получить зарплату наравне с учителем первой квалификационной категории со стажем больше 10 лет. Дальше все зависит от него самого. Материальное стимулирование по-прежнему считается самым эффективным. Некоторые районы говорят, мы готовы платить по 2000, допустим, условно ежемесячным студентам, которые обязуются после учебы вернуться в эту школу и отработать не менее трех лет. Некоторые школы готовы создать условия для прохождения практики, чтобы дорогу оплатить, общежитие, проживание. Мы очень рассчитываем, что район будет оплачивать получение второй профессии. Соглашение о сотрудничестве между университетами и сельскими школами вносит ясность во взаимоотношения. Студент будет знать, какие условия его ждут при трудоустройстве, а школа решает кадровый вопрос. Алексей Петров уже определился с выбором. Я хочу работать в дальнейшем в Комсомольском районе. Там есть небольшие проблемы в спорте, в плавании. Мне обещали там хорошие надбавки к зарплате. Напомним, что подобная практика принесла свои плоды. По такому принципу университет уже сотрудничает с Шумерлинским и Красночитайским районами. Татьяна Филатова, Малина Петрова, Сергей Адушкин, Республика.